Аллея Героев появилась на площади Победы пять лет назад. Со дня появления в сквере портретов наших земляков-героев, это памятное место ожидает реконструкции. К 75-летию Победы власти решили сделать сквер более монументальным и торжественным. На Аллее Героев у нас появится монумент, памятное место, которое будет посвящено дважды победителям. Это именно тем людям, которые вернулись с войны и после войны разрухи поднимали нашу страну. Как только позволит погода, строители приступят к работам, а озеленители к благоустройству. Так что к 9 мая сквер встретит горожан в обновленном виде. Каждый день он будет на вес золота. Все работы, которые я сказал, мы их делаем не просто так. По каждому скверу разработан проект благоустройства. Все это согласовано. Достаточно долго мы это все обсуждали, смотрели, как это сделать лучше. Еще одно памятное место, которое ждет реконструкции. Сквер Героя Советского Союза Зинаиды Тусналобовой Марченко на проспекте Текстильщиков. Здесь запланирован большой объем работ. Освещение, укладка плитки, установка малых архитектурных форм, фонарей, урн и скамеек. Несмотря на то, что этот сквер хранит память о Герое Войны, для шумных компаний это всего лишь место для распития спиртного и дебоша. Власти надеются, что после благоустройства сквер станет тихим местом для прогулок. Я надеюсь, что то, что мы делаем в городе, когда мы приводим общественные места в порядок, все-таки внесут, так скажем, в голову недобропорядочные граждане какие-то, я не знаю, правильные мысли. Что нужно беречь то, что мы делаем, нужно сохранять. И, конечно, нужно в первую очередь чтить память тех людей, которые и отдали жизнь за нашу страну. Как отметил глава города, это не последние изменения, которые ожидаются на выбранных объектах. В планах власти продолжить Аллею Героев до парка Горького. Пока решаются вопросы о наличии многочисленных сетей, так как в прошлом году к 13-й котельной были проложены теплосети. Ольга Зимарина, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.